Я знаю, Яна Хохловна, Сергей Новецкий очень любит или Золотой вальс? Ленели. Да, ну вот, посмотрим. Итак, первыми у нас появляются Прук Элизабет Фриллинг и Леонель Румми, представляющие Израиль. Ну вот как раз, да, я так понимаю, пошла серия. Сейчас началась серия Золотого вальса. Сереж, какие ключевые шаги? Потому что в каждом обязательном танце раньше были какие-то вот самые такие важные шаги. Ну, ключевые шаги это первые пивиты, во-первых, это обязательно. И дальше вот здесь по короткому борту тоже сейчас очень важный момент будет. Ну вот они, да, я хожу, да? Вот она, я так понимаю. Серия закончилась, да. Теперь у них дальше пойдут их не оригинальные, собственно говоря, сам танец. То есть, если раньше мы видели, дорогие друзья, в обязательном танце вот две серии, да? Да, два повтора. Два повтора. Рисунок в рисунок. То теперь к одной серии добавляют. Вот, пожалуйста, серия параллельных твизлов. Серия параллельных твизлов. Ну, партнерша немножко покачнулась. И мы видим, что они немножко разошлись в них. Это был первый обязательный элемент. Кроме того, все фигуристы должны будут сделать сегодня параллельную дорожку шагов под центральную оси. Вот, собственно, наверное, она. Они прямо идут по правилам, как там все и написано. Я люблю параллельных твизлов. Почему я люблю параллельных твизлов? Потому что моя любовь здесь есть. Я люблю параллельных твизлов. Одна поддержка является обязательной в коротком танце. Вторая поддержка будет оцениваться в оценке за хореографию. То бишь, во второй оценке. Да, но ее здесь не было. Да. А, также могут делать и парное вращение танцоры, но также это вращение не будет считаться в техническую оценку. То есть сейчас получается так, что техническая оценка у нас состоит из того, что наберут наши спортсмены сегодня за 200... За серию золотого вальса, за параллельные твизлы и за параллельную дорожку. Ну, и, конечно же, поддержку. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!